Всем здарова народ, с вами Сноя Медрик и мы начинаем новую карьеру. А за кого именно сейчас знаете. Сегодня я хочу рассказать про классный канал Gunter Glass. Парень снимает видео по соус-лайк играм, то есть это серия Dark Souls и другие игры этого жанра. Лично мне понравился юмор на этом канале и монтаж. Я над некоторыми шутками даже орнул в голосинушку. Также на канале будут проводиться стримы. Так что спеши подписаться, чтобы ничего не пропустить. Ссылку вы найдете, как всегда, в описании. Быстрее подписывайся, лично я уже подписан и тебе рекомендую. Ну а мы продолжаем видеоролик. Ребята, помните я как-то говорил про челлендж? То, что я собирался устроить себе небольшой челлендж и сейчас я его устраиваю. Мы будем играть за дно команду из чемпионшипа. Да, я возвращаю карьеру за Nottingham Forest, потому что я слежу за этим клубом. И я смотрю этим, этого клуба. И да, он не совсем дно клуба, не совсем из низшего дивизиона, но это чемпионшип. И у меня будет шанс за полгода этой карьеры, сколько она будет длиться, ну именно полгода реальных. У меня будет шанс выйти в АПЛ. У меня будет шанс выиграть какой-нибудь трофей. И у меня будет шанс, ребята, показать, на что я способен. Но, эта карьера необычная. Эта карьера будет на самом максимальном уровне. Да, я решил по полной себе все усложнить. Да, будет сложно. Я знаю, что ультимейт уровень это прям капец как сложно. Я никогда на этом уровне почти не играл. И легендарный мне, откровенно говоря, наскучил. Так что ультимейт это наше все. Я за все время карьеры ни разу не поменяю уровень на легендарный. То есть, как будем идти, так будем идти. Без всяких переигрываний, без всего, это что-то новенькое. Так что, ребята, создаем тренера. Его будут звать, как и меня. Потому что именно я становлюсь тренером. Именно сейчас вы увидите мое имя и фамилию. Также вы можете гадать в комментариях, настоящая ли эта фамилия сейчас на ваших экранах. Или я себе ее сейчас выдумал. Может быть, это не настоящая фамилия, кто ее знает. Ладно, ладно, ребят. И, наверное, я выберу профиль, который больше мне подходит. Да ладно, шучу, я не кореец. Все видели страницу ВКонтакте, да Инстаграм. Там я похож на этого детка. Нет, не похож. Ладно, ладно. Выберу нормальное лицо, в принципе, на вот этого чувака похож. Но я редко хожу в спортивках. Ну, именно в тренировочном костюме. Ну и рубашка-галстук, так я хожу в офис. А что касается костюма, он никогда не носил только в школе. Ладно, давайте рубашка-галстук. Окей, офисный вариант. Начинаем, начинаем. И я выбираю самый максимальный уровень сложности. Самый, самый прям вот только FIFA. Да, есть только FIFA, у меня больше ничего нет. Я играю только в FIFA. Да. Трансфер на окно включено. По идее, мы никого почти купить не сможем. Бабок у нас не так много. И, ребята, вперед играть на хардкорном уровне. Теперь Клав наш новый тренер. Вот именно так Nottingham Forest говорит. Да. Именно так говорят болельщики Nottingham Forest. Я надеюсь, что я смогу показать хорошую тренерскую работу. Ну и вот на ваших экранах даже трансферы высветились какие-то. Так, выбираем предсезонный турнир. Здесь нужно набрать по максимуму денег. Так что я самый дорогой турнир выбираю. И играю эти матчи сам. И да, ребят, если вам действительно нравится такая идея, то поставьте лайк. Так, много-много лайков наберем. Новый выпуск выйдет вот-вот скоро. Ну а пока у нас матч с Эмполи. И, ребята, сейчас нужно, конечно же, показать хорошую игру. И тут, конечно же, просится Хендерсон в состав. Ну нет, нет, нет. Хендерсон, извини, но нет. Я, пожалуй, испытаю того, кто стоит на воротах сейчас. Это Пантелеймон. Ребят, посмотрите, сколько много интересных игроков. И мы с каждым еще познакомимся, да. Но эта карьера будет, наверное, самой такой ламповой. Потому что здесь мы будем еще знакомиться с игроками. Я буду смотреть на слабые и сильные стороны. Я буду открывать академию игрокам. И, в общем, буду как можно чаще, ребята, играть. Да. Возможно, многие серии будут выглядеть таким образом, что я вот сыграл в ней серии. И потом вам расскажу, что происходило. И вы будете видеть нарезку. Но, не знаю, может быть, вам лучше, когда живые эмоции идут. Пишите все это в комментариях. Ну, а мы пока приступаем к матчу с Эмполи. Новая карьера. Новый вызов. Все по-новому. И новый клуб. Блин, ребят, я не знаю даже, что еще и сказать. Просто сейчас возьмем и выйдем на поле. Ультимейты уровень. Хотелся легендарный. Пять минут облачная. Но здесь именно ультимейты. Я не знаю, что я смогу сделать сейчас в этом матче. Я действительно не знаю. Предсезонный турнир. Нотингем Форест Эмполи. Сан Сиро. Да, составы нам не показывают. Но, ребят, мы должны сегодня показать хорошую игру. Хорошая передача на Робинсона. Робинсон с мячом. Робинсон. И тут может быть неплохо. И отличная передача на Кэша. Кэш с мячом. И забивать нужно. Какой сейф. Подача Лолли. Удар головой. Да, ребята, будет проблематично вообще что-либо завоевывать. Ну, Тингем Форестом. Но ничего. Мы не так вытягивали клуб. Мы не так справлялись. И, ребята, эта карьера, конечно же, будет называться из дна в элиту. Да, я ничего другого не придумал. И это новый сезон из дна в элиту. Это новый сезон. Отличная передача на Кэша. Кэш с мячом. Кэш. И, ребята, посмотрите, как Кэш прорывается. Пас в центр. И давай, 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 парень. Черт. Колбэк. Якоб. А если отсюда пробить? Великолепно сейвит. Великолепно сейвит голкипер соперника. Подача. И хороший удар. И Пантелемон. Молодец. Подачи. Хорошая передача на Якуповича. Бучел. И, ребята, какой удар. Офигеть. Да. Это следовало ожидать на самом деле. Пропустили. Прошляпили момент в центре зоны. И вот такой вот не очень хороший для нас мяч залетел. Ну что, теперь отыграться. Отыграться надо. Ну и тут можно дать игроку Робинсон в центр. И дальше разыграть. Ай-яй-яй. И посмотрите, какая контратака. Это Родригес. И нужно просто пытаться помешать игроку. Это 2-0. О, черт. Да. Примерно такого я, наверное, и ожидал. Такой игры, наверное, и ожидал от себя, на самом деле. Ну, блин, контратака. Кто мог знать, а? Кто мог знать. Ну, мы еще, ребят, будем менять, наверное, схему чуть позже. Будем смотреть, что и как. И, наверное, во второй половине я чуть изменю состав. Попробуем по-новому сыграть. Я уже буду менять формацию. Мне не нравится. Мне не нравится эта формация. Слишком мало атакующих игроков для меня. Я человек, который привык играть флангами. А здесь фланги опущены ниже. И это не очень хорошо. Ой-ой-ой. Ну, что, третий, что ли, еще хотели заклепать? Ну, это совсем будет слишком. Ну, и, ребят, первый плейн подошел к концу. Мы проигрываем 2-0. И нужно что-то решать. Что-то придумывать. И вообще, и вообще, по общим сведениям, видно, что Эмпали все-таки пробила всего 4 раза. И забила 2 мяча. Результативность 50%. Это слишком. Это слишком. Так что нельзя давать больше бит им. В общем. Так, ну, меняем. Меняем формацию. Я выпускаю, пожалуй, ребятки. Полу защиту. Давайте поиграем вот такой вот схемой. Хотя нет. Тут все равно 2 нападающих. Я хочу сделать их 3. Сейчас выберем. Ну, и изменил я, в общем, формацию в составе. Пойдемте отыгрываться, ребят. Ой, нужно играть аккуратней. Хорошо играет Фокс. И тут дальше Карвальо с мячом. Карвальо. Здесь много есть вариантов для атаки. И нужно выбрать самый лучший. Ну, и кто-нибудь откройтесь. Слишком медленно открываются мои игроки. Слишком медленно. Ну, Карвальо. Это мимо. Ой, черт. Это было близко. Ой, ой, ой. И тут можно было пройти. Но защита Эмполи не дает это сделать. Диаса предлагает выпустить. Давайте выпустим Диаса. Может быть, он поможет составу. Куалбек. Куалбек. Хорошо. И сейчас нужно просто ставить корпус. Ну, нарушение правил, чувак. Нарушение правил. Да, не надо мне тут возникать. Желтую давать ему нужно. Конечно же. Нет, ничего не дал судья. Ну, ведь подкат сзади был. Причем жесткий такой. Карвальо бьет. Удар. Какой сейф. Вы только скажите, что вот у них вратарь не тащит. Да тащит еще как. Давайте куалбека заменим. Выйдет у нас другой полузащитник. Фамилию которого вы можете написать в комментариях. И, ребята, сейчас будет очень тяжело что-либо сделать. Потому что Эмполи в атаке. Удар головой. И это 3-0. Я не знаю. Я просто не знаю, почему у нас еще не получается. Я не знаю. 3-0. 3-0 на старте просто. Может быть, я что-то делаю не так. Никаких переигровок не будет. Я буду учиться вместе с игроками играть. Будем пытаться подняться. Будем пытаться подняться. О-о-о. Ну 4-0. Просто раскат. Парни посыпались. Парни просто взяли и посыпались. Ой-ой-ой-ой. Опять удар. Везет. Нужно играть аккуратнее. Ой, сейчас нужно просто забить. Они не дают даже этого сделать. И падение в штрафной. На суде думать, что там сыграли в мяч. Но там на самом деле было в мяч. Да, такой себе старт. Такой себе старт. Я чувствую, что я не вывожу. Но ведь были же удары даже по воротам. Атаковали. И раскатывают нас сейчас как детей на самом деле. Подача. Фу. Я думал, он сейчас свои ворота затащит. Давайте попробуем Мерфи выпустить. Ну, 86-ая минута уже. В принципе, ничего не решает. Ну, и опять подача, по ходу, будет. И хорошо, хорошо сыграл вот раз наш игрок. Ну, и все, ребят. Стреча закончена. 4-0. Проигрыш. Просто капитальный проигрыш. И я извиняюсь перед вами за такую игру. Хотя, посмотрите на удары. Посмотрите на удары. Ну, что это? У них просто все залетело. То, что они создали. Вот и все. Ну, ладно. Лучшим игроком у них признан напорник. И заслуженно. Он просто не давал нашему игроку ни шагу. Так, ну, второй матч. Хотя бы во втором матче мы должны взять победу. Второй матч, в принципе, не против именитого соперника. Так что сейчас мы должны показать хорошую игру. И давайте сделаем перестановки. Буду играть 4-3-3 атакующий. Потому что в этой игре мы должны атаковать. И кэш уходит. Выходит у нас на эту позицию Диас. Диас выходит на ПФА. Также я меняю, в общем, нашего атакующего. Мерфи здесь вообще не кстати. Так что сейчас выйдет у нас Ансари Фарт. Человек из Ирана. Я надеюсь, что он как Азмур начнет тащить. А да, я вам не показал еще трансферный бюджет. Интересно, какой он. Я сам его не видел. 23 миллиона. Ну, неплохо. Я и работал с более маленькой суммой. Ну что ж, вперед, вперед выходить на поле. Матч должен получиться интересным. Сейчас-то мы должны хотя бы взять ничейку, либо победу. Я очень надеюсь на свой клуб. И надеюсь, клуб меня не подведет. Вперед выходить на поле. Ну и что ж, ребят. Предсезонный турнир. Очень важный матч. Ну и выходим на поле играть против Буагисты. Или как этот клуб называется? Напишите в комментариях мне. Не очень образованному человеку. Ого, ого. Как разыгрывают. И... Сейчас хорошо играет Робинса. Отлично. Отлично, ребят. Вот хорошая передача может быть. И в центр. Черт. Коста с мячом на фланг переводит. И... Не давать пройти. Удар. Хорошо. Пантелемон. И как разыграли. Нельзя давать подать. И... Удар. И как Пантелемон тащит. Ребят, нужно что-то делать. Нужно что-то делать. Так, и тут хорошо. И сейчас можно что-то придумать. Хорошая. И... Отличный удар на позиции. Гол. Это тот самый иранский нападающий. Анцарифат, по-моему. Как-то так его зовут. Я обещаю. Выучу его фамилию. И посмотрите, что он тут натворил. Как он пробил. Умничка. Да, Анцарифат. Действительно, так его и зовут. Я запоминаю его фамилию раз и навсегда. Ну и к счету табло становится, конечно же, в нашу пользу 1-0 Ну а теперь время удержим счет Ладно, шучу Время играть еще лучше Хорошая передача получается Карвальо Ложный замах убрал игрока Великолепно И сейчас бы еще что-то натворить такое же И гол! Это 23 номер Осбар, да, по-моему, он 23 номер, кто же у нас 23-й табло? Блин, я забыл совершенно, ребят Ну все, я запомню обязательно Сейчас нам покажут обязательно, кто это Но гол был просто потрясающий Конечно, здесь вина голкипера Ну и в итоге записывать как автогол Но 23 номер забивает Это ребята Лолли Это Лолли, и я совершенно, совершенно про него забыл Что есть у нас такой игрок Центр передачи И сейчас будем на волне успеха еще забить Но не получается Хорошая передача в центр Холлбек И сейчас будем забить Нет Фарт Отличная передача в центр Лолли Забивай третий Да! Это Лолли Это третий мяч И счет на табло, конечно же, 3-0 Ну что ж, ребят Великолепно Я не думал, что в этом матче именно так все сложится Но после первой половины мы лидируем со счетом 3-0 Очень, очень хорошо пока все получается Я не буду сейчас что-то прям восхвалять Но походу я нашел опять свою схему Да Но Лолли, конечно, красавчик Лолли просто молодец Умничка Он раскрылся на позиции цар Я офигеваю от его игры Подача Хорошо Играет Робинсон И нужно сейчас что-то намутить в атаке еще дополнительное Нужно не в своей зоне, конечно В своей зоне мутить вообще ничего нельзя Хорошо играет Диас И сейчас бы что-то да придумать Хорошая передача получается Удар! Это было близко Посмотрите на этот момент Хорошо остановил мяч и пробил даже А тут еще от игрока ушло Будет угловой Тонка И тут хорошо И вот сюда можно отдать И Лолли, делай хитрик Вратарь Вот это сейф Ой-ой-ой Только про хитрик говорил И тут сразу вон какой момент Да Сегодня, конечно, ансарифат Проблема для защиты Еще какая проблема Подача, Карвальо Удаловой ансарифата Отличная передача на фланг И нельзя давать пройти Подача И хорошо играет колбэк Ансарифат на фланге Успевает к мячу Уже выдохся этот парень Ну может обыграть Обыгрывает, по-моему И нет-нет-нет До конца не доходит Чуть-чуть не хватает Чуть-чуть не хватает этому парню И Лолли Великолепно, Лолли Дальше И не получается ни у кого подойти к этому мячу И все Все, наверное Это все Ну и все, ребят Встреча закончена Счет на табло 3-0 И это великолепная победа Просто великолепная Молодцы, парни Молодцы И показали Показали, где раки зимуют И Лолли лучший игрок встречи Заслышен вам Ну и, ребят На этом все Спасибо большое за просмотр И если вы хотите продолжение Этой карьеры То просто поставьте лайк Да, много-много лайков наберется Я продолжу эту карьеру Вот так вот я решил запустить некий челлендж И в дальнейшем Продолжим И если мы наберем 2000 лайков То в следующей встрече В следующей встрече В следующей серии Мы доиграем Презезонку до конца И, возможно, начнем чемпионат Кто знает Ну а с вами был Матрик Всем удачи И до скорых встреч, друзья Не забывайте делиться видео с друзьями В общем, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok